здравия уважаемые слушатели народного славянского радио с вами елена андреева в мире в котором мы живем существует такое понятие как старость когда она подходит близкие люди стараются поддерживать и помогать друг другу сегодня я расскажу вам о том как самолеты и люди любящие небо не расстаются надолго и что стареть и взрослеть продлевать друг другу жизнь тоже можно вместе вы узнаете о добровольцах которые не жалея сил свободного времени личных средств восстанавливают экспонаты в центральном музее авиации монина для чего им это нужно и что дает людям безвозмездная помощь благотворительность поддержка отслужившим стальным птицам расскажут они сами и так проделав неблизкий путь из москвы в монина я вышла из машины вместе с новыми знакомыми здесь я была впервые меня поразили размеры и формы самолетов и вертолетов красота и совершенство машин ставшими экспонатами ведь многие из них мне пришлось увидеть первый раз в жизни подойдя ближе понимая что время действительно не жалеет ни людей ни машины около некоторых уже трудились группы людей оказывается группа добровольцев вперед отдельную машину и ведет этот проект до окончания реставрационных работ а мы пришли в ангар где и собираются волонтеры здравия уважаемые слушатели народного славянского радио я елена андреева и сегодня программа пространство женщины находится в подмосковье в монина мы находимся в центральном музее авиации здесь собралась группа энтузиастов волонтеров и я беседую с павлом проскуруни а здравия павел здравствуйте павел расскажите пожалуйста нашим слушателям что же сегодня здесь происходит здесь проходит очередной субботник который вот уже 12 лет проходит в этом музее в 2005 году их начала группа энтузиастов и вот это дело живо до сих пор оно развивается оно нужно и востребовано что вы делаете мы делаем практически все мы следим за территорией музея вот за освещением и самое важное конечно мы занимаемся реставрации экспонатов самолетов вертолетов двигателей и большого количества другого оборудования это наверное очень интересная работа много уже готовых экспонатов на вашем счету да работа это сложная но очень интересная но за 12 лет естественно работы проделана очень много и наверное во всем музее просто нет такого экспоната на котором мы не проводили бы какие-либо работы за эти годы лучше всего наверное мы успели сделать сверхзвуковой самолет ту-144 вот самый большой в мире вертолет ми-12 и еще целый ряд пассажирских и военных самолетов павел вот насколько я понимаю это вы берете какой-то самолет или вертолет полуразрушены сломаны да и его начинаете полностью восстанавливать ну примерно тогда к сожалению экспонаты музея очень сильно пострадали как от времени так и от волны вандализма 90-е годы поэтому большинство из них конечно находится в не самом лучшем состоянии вот ну основная наша задача конечно стоит в сохранении всего этого наследия но там где это возможно мы разумеется восстанавливаем все до оригинального вида вот ищем запчасти ищем материалы изучаем технологии и вот год за годом как бы делаем это дело это очень сложная работа здесь же требуются специалисты наверное чертежи где добываете информацию мы сотрудничаем с большим количеством авиационных организаций с ведущими к бы вот с военными базами в общем то люди понимают что мы делаем зачем и они идут навстречу насколько я понимаю это работа безоплатная на что материалы где берете материалы да разумеется мы волонтеры мы работаем на энтузиазме вот материалами конечно помогают спонсоры вот помогают бывает специалисты но конечно как бы и в свой карман тоже приходится залезать достаточно глубоко в жизни в социуме чем занимаетесь ну я недавно уволился из института геоэкологии вот занимался опасными геологическими явлениями если точнее то разработкой изготовлением аппаратуры для их контроля и предсказания очень интересная работа в дальнейшем чем предполагаете заняться ну так уж случилось как бы что после прихода в музей спустя пару лет скажем так я также стал профессионально заниматься авиацией но правда в близком направлении тоже историческими летательными аппаратами я благодарю вас павел делаете доброе дело и добро она всегда приносит отклик всегда приносит добро поэтому желаю от себя лично и от наших слушателей доброго пути вам вашей жизни и конечно же доброго здравия благодарю вот большое вам спасибо за пожелание надеюсь все сбудется что нибудь хотите для наших слушателей сказать ну я хочу сказать что если вам интересно близко и понятно то чем мы занимаемся принять участие может каждый найти нас легко можно в интернете по словам волонтеры музея ввс в монина хорошо всего доброго погода не балует но и в этот выходной день люди едут на экскурсию мимо ангара проходит группа экскурсантов а здесь в ангаре уже собрались ребята за чаем для разогрева и беседы о новостях житейских ведь встречаются они обычно по выходным я попросила их поделиться своими мыслями и впечатлениями я беседую с добровольцами волонтерского отряда центрального музея александром и денисом добрый день день добрый добрый день скажите пожалуйста вот что же вами все таки движет в субботнее утро выходной день собраться с утра пораньше и ехать на восстановление работы которые в принципе не оплачиваются любовь к авиации и история страны можно назвать денис тебя патриот да ты патриот своей родины своей страны и ты этим гордишься в общем то наверное да так наверное ну да тут может кто-то по-другому ассури александр что я с детства мечтал летать не получилось попасть в военное училище зарезали по здоровью а сейчас моя мечта начинает воплощаться в том что я прикасаюсь к истории авиации причем в ее легендарных частях мы работаем на борту ту 95 м это легендарные атомный медведь который до сих пор летает и до сих пор стережет границы нашей родины от возможных вероломных нападений вероятных врагов вот а мы здесь их ремонтируем приводим достойный музейный вид чтобы самим было приятно и воспитывать молодежь показывать детям и все-таки повторяю да прикасаться к истории через эти легендарные машины мы разговариваем со своими предками ну очень благой посыл как вы думаете это нужно это пригодится это необходимо это необходимо нам нашим детям всей стране потому что при том печальном сейчас состоянии армии флота все-таки то что мы делаем приближает тот момент когда наступит когда достаточное количество людей осознает что необходима помощь и необходимо а помощь наш нашим лучшим союзникам армии флоту добровольная помощь и необходимо всем активным общественникам влияет на ситуацию выходить с письмами с обсуждать это собирать общественные организации чтобы в конце концов наши министры направляли деньги туда куда надо вот вот музей авиации монина который нуждается финансирование потому что это большая работа по восстановлению это необходимая работа необходимое для того чтобы у нас было будущее это работа на будущее денис что-то хочешь давай ну я бы добавил только то что это не только история даже нашей страны это в общем то здесь содержатся такие экземпляры что это история мировой авиации в том числе у меня есть знакомые там из-за рубежа которые следят за музеем там через мои аккаунты и вполне себе очень хотят сюда приехать посмотреть и понимают ценность данных экспонатов поэтому нужно понимать что это так сказать даже мировое достояние не только отечественное есть еще и прикоснуться к истории прикоснуться своими руками это тоже на самом деле очень здорово а чем в жизни занимаетесь работаю учусь модели собираем но тоже самолет само собой ну бог в помощь дай бог доброго здравия и счастливого пути в жизни руководитель проекта ту 95 н который мне посчастливилось наблюдать алексей почерников оказался немногословным но много делающим человеком вот что рассказал о проекте сам алексей сейчас к нам подошел руководитель восстановительного проекта алексей почерников здравия алексей здравия расскажите пожалуйста об этом проекте проект собственно говоря это восстановление исторического опытного бомбардировщика опытного экземпляра ту-95 н носитель вот который является одним из двух уцелевших ту-95 бомбардировщиков стратегических бомбардировщиков первой серии больше их не осталось остался один и еще один остался на украине который возможно скоро будет сдан на металлолом вот тогда наш останется последний ну и значит собственно говоря таскать простояв очень долго в музее он был достаточно сильно разрушен вот находится в аварийном состоянии и наша задача его таскать сам ее восстановить таскать и продлить ему жизнь на вашем счету много таких проектов это второй насколько я понимаю проектом называется это берете объект да который вам дается и это ваш проект где берете средства на восстановление из своего кармана как давно занимаетесь такими проектами четыре года четыре года а до этого вообще в социуме в миру чем занимались жил но все мы живем слава богу но тем не менее делаете доброе дело людей хватает достаточно нет откуда берете сами приходят существуют информационные какие-то каналы ну так скажем по мы люди приходят в музей им становится интересно они они к нам подключаются алексей скажите а какой все-таки посыл несет ваш проект что вы хотите этим сказать сказать ничего не не хочу мы просто хотим начать так сказать восстановить последний уникальный образец его сохранить для людей для истории для потомков он остался всего один вот собственно и все если так сказать и и им никто так сказать другой не занимался значит надо заниматься нам на дальнейшие планы уже есть какие то есть конечно это очень 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 далекая перспектива все понятно благодарю от себя лично и от наших слушателей низкий поклон за ваши добрые дела а добро она всегда приносит добро здравия вам благодарствую руководит добровольцами начальник экскурсионного отдела инженер авиации преподаватель человек который сросся с профессией и уже не смог оставить свое дело санников александр васильевич вот что рассказал мне александр васильевич и вот я беседую с руководителем волонтерской группы александром васильевичем здравия александр васильевич здравствуйте александр васил васильевич все-таки волонтерская группа это совершенно разные люди вот расскажите пожалуйста, об этих людях. Откуда пришли? Ну, в нашей группе работают ребята любого возраста. Начиная от школьников с 14 лет и кончая пенсионерами, которым уже за 60. То есть возрастной состав очень разнообразный. Люди совершенно разных профессий. Есть те, кто работают в авиации, то есть они у нас считаются специалистами и, как правило, руководят группами по реставрации авиационной техники. А есть люди, которые вообще не касаются, непрофильно. Просто любители самолетов, авиаций, истории авиации, истории страны и так далее. Рабочие руки нам нужны всегда. Если кто-то что-то не умеет, мы научим, поможем, расскажем. Самый простой метод обучения – это обучение в работе. Мы его очень широко используем. Поскольку хозяйство музея достаточно большое, ну, судите сами, 201 экспонат находится в экспозиции, а штат-музей весьма и весьма небольшой. И к тому же в музей приходят работать люди, как правило, уже возрастные, то есть те, которые бывшие, летчики, техники, инженеры, какие-то другие специалисты, которые вышли на пенсию. Приходят только лишь потому, что любят небо, любят авиацию, всю жизнь ней проработали. Ну, и, естественно, очень небольшие зарплаты здесь. Ну, люди, которые на пенсии, они уже, как говорится, имеют тыл, то есть пенсию, и здесь работают по призванию, по просьбе души, будем так говорить. Ну, и, естественно, их сил для того, чтобы поддерживать в экспозиционном состоянии музейные экспонаты, естественно, не хватает. Как не хватает и финансовых средств, как не хватает техники, как не хватает рук рабочих и так далее. Поэтому вот эти вопросы и волонтерская организация очень хорошо помогает решать. Работает она с 2005 года. Началась ее история с группы молодых людей, которые просто решили помыть самолет ввиду того, что он им нравился, но был в плачевном состоянии, грязный. Они в очередную субботу привезли с собой ведра, тряпки, швабры и просто самостоятельно помыли самолет. А по окончанию работы решили, что это надо продолжать, самолетов много. И вот с той поры потихонечку начала развиваться эта организация. Состав у нас переменный, поскольку жизнь так устроена, что кто-то уезжает, кто-то приезжает, кто-то женится, у кого-то дети рождаются. Поэтому постоянно идет ротация состава и постоянно приходят новые люди. Мы активно и агитируем за это. По крайней мере, на своих сайтах, которые у нас имеются в организации, мы всегда рады принять новых членов и, как говорится, вливаются в коллектив. Это происходит практически каждый субботник. Работаем мы по субботам с 10 до темнадцати, то есть пока не станет темно. Работа достаточно тяжелая, поскольку приходится очень много делать физически. Самолеты надо мыть, самолеты надо зимой очищать от снега. На самолетах нужно выполнять очень много ремонтных работ, поскольку были лихие 90-е, и многие экспонаты просто выведены из рабочего состояния. Это все приходится восстанавливать. И к тому же экспозиция постоянно совершенствуется. Что-то мы передвигаем, что-то ставим заново, создаем новые экспозиции. Вот сейчас планируем, планируем, к сожалению, много, зависит от многих факторов, чтобы открылась новая экспозиция, мы планируем второй зал самолетов Великой Отечественной войны. Вот предварительно это 9 мая, но если не будем укладываться в сроки, то, наверное, в августе, на день авиации, такой зал будет работать. Там будет 9 самолетов Великой Отечественной войны. Ну и в дальнейшем планируем сделать реэкспозицию, то есть переоформить экспозицию самолетов МИГ. Планируем здесь еще небольшие передвижки сделать, то есть планы у нас грандиозные. Ну и не останавливаем реставрационную работу. Сейчас находится в работе американский вертолет Вертол-44. Планируем восстановить самолет Ан-2, закончить покраску самолета Ту-144, ну и очень много ремонтных работ. Ремонтируем автотехнику, наземное оборудование и так далее, и так далее. У нас очень широкий спектр действий, поэтому работа нужная, работники нужны, и перспективы достаточно большие. То есть у нас грандиозные планы на будущее. Сами давно занимаетесь этим? Сами как сюда пришли? Ну, честно сказать, всю жизнь. Началось это еще со школьной скамьи, с первого класса буквально. Ну нет такого типа моделей, которые бы я не попробовал сделать, начиная от бумажных самолетов, заканчивая радиоуправляемыми моделями. С 14 лет я пошел в планерную школу, 4 года там занимался, в этой планерной школе, имею порядка 50 полетов на планере. Ну, а потом стал вопрос идти дальше в авиацию, к сожалению, подвело зрение. Поэтому пришлось выбирать из авиационных училищ, я выбрал авиационное инженерное училище. Я его закончил, был оставлен преподавателем в этом училище и всю службу преподавал, уволился в должности старшего преподавателя кафедры аэродинамики и безопасности полетов. Но после этого приехал сюда, пытался себя куда-то устроить, кроме авиации, в нескольких организациях поработал и в конце концов понял, что без авиации я не могу. Пришел в музей, предложил свои услуги, был взят, и вот уже 7 лет я работаю здесь. Сейчас нахожусь на должности начальника экскурсионного отдела. Ну и, естественно, по совместительству руководителя волонтерской организации. Насколько я понимаю, здесь в основном люди привязанные душой к авиации. Другие здесь и не задерживаются. Работа тяжелая, физическая, как правило, дилетанты, кто пришел пофотографироваться, попиариться, как сейчас говорят. Они больше одного раза не приходят. Приходят, лопаты поворотают, в следующий субботник их нет. Остаются фанатики, остаются люди, которые действительно любят самолеты, хотят быть возле них. Ну и к тому же редкая возможность увидеть технику, пощупать историческую технику своими руками. На данный момент много волонтеров работает? Ну, в среднем в день бывает группа порядка 20 человек. Вообще числится, конечно, гораздо больше, но кто-то в эту субботу приехал, кто-то в другую. Обычно собирается достаточно много на так называемые дни открытых дверей. Вот очередной у нас будет 9 мая, я думаю, человек 30-35 у нас будет для того, чтобы помочь провести этот праздник. Мы на праздник открываем несколько бортов и волонтеры помогают обеспечивать порядок, помогают навести порядок на бортах и также проводят экскурсии, рассказывают о самолетах. В общем, без них было бы очень сложно провести такое мероприятие. То есть, сейчас вся работа направлена, все усилия на праздник, на подготовку к празднику 9 мая. Да, и причем у нас таких дней открытых дверей три, и они идут почти подряд, будем говорить. Очередной будет 12 июня, опять мы будем в том же ракурсе работать. Ну и, естественно, святой день авиации, это середина августа. То есть, вот три дня, на которые мы работаем вот чисто вот на это. Ну и не забываем свои текущие дела. Ну и у вас есть замечательная возможность обратиться ко всем слушателям Народного Славянского Радио. Ну, во-первых, хочу поздравить с наступающим праздником 9 мая, пожелать всего самого-самого доброго, в их семьях, здоровье прежде всего, и чтобы все было хорошо. Ну, а в отношении нашей организации хочу сказать, что Центральный музей ВВС это народное достояние. Ему надо помогать, ему, ну, его надо поддерживать. Это наша живая история. Если мы это не сделаем, то это не сделает никто. Да, дела добрые, это хорошо, но делать их для своих потомков это гораздо больше. Это святая наша обязанность. Придет следующее поколение, которое ничего не знает о нашей истории, о нашей алиации, о наших славных делах. Им надо уметь рассказать это. А на натурных экспонатах это делать проще всего. Благодарю вас и от себя лично, и от наших слушателей. Желаю вам доброго здравия, ну, и, конечно же, помощи, чтобы шла к вам помощь отовсюду, чтобы люди услышали вас и пришли к вам. Хотелось бы, чтобы нас услышали и руководители как Министерства обороны, так и нашей страны. Музеи надо помогать. Музей – это такая организация, которая во времени имеет большую протяженность. Нас с вами не станет, а музей будет стоять. Поэтому надо, чтобы он был в достойном виде. Ну, надеемся, что они тоже слушают Народное славянское радио и обязательно услышат ваши слова. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вместе с Алексеем Почерниковым мы прошли к самолету, где ведут работы мои новые знакомые. Я здесь увидела, как раскрывается человек, занимающийся любимым делом. И лично для себя узнала много нового о самолете-носителе Ту-95М. А сейчас мы находимся как раз рядом с этим легендарным атомным медведем. И я продолжаю беседу с Алексеем Почерниковым. Алексей, расскажите, к сожалению, увидеть, конечно, радиослушатели не смогут его, но расскажите нам поподробнее об этом самолете, об этом чуть. Фотографии будут. Значит, так сказать, почему называется атомный медведь? Дело в том, что этот тип бомбардировщиков, Ту-95, значит, вообще все это семейство по классификации НАТО называется медведем, Бэр. Значит, у них положено, что бомбардировщики все начинаются на букву Б. Вот. Ну, а со временем так получилось, что сначала перестройки к нам натовская классификация попала. Это, конечно, неправильно абсолютно, вот, потому что никогда наши летчики его так не называли. Вот. Но так уже исторически сложилось. Значит, что этот тип называется медведем, вот, и мы уже следуем вот этому, вот этой вот, так сказать, новой новодельной традицией тоже называем медведем. Тем более, что медведь это как бы наш русский славянский тотем. То есть здесь как бы есть наша общая какая-то связь очень глубокая. Вот. Значит, чем самолет интересен? Ну, кроме того, что это один из первых ядерных бомбардировщиков, значит, носителей, так сказать, атомного оружия, вот, вот, в самый разгар холодной войны, конкретно этот самолет был переделан под носитель второго самолета, значит, сверхзвукового малого бомбардировщика, который должен был сбрасываться с этого большого самолета, достигать территории, значит, так сказать, Соединенных Штатов, вот, атаковать ядерным оружием их цели, возвращаться обратно, обратно подвешиваться на самолет-носитель, под которым мы сейчас встанем, и, значит, вместе опять возвращаться, значит, на базу. То есть, по сути дела, это был первый проект пилотируемой крылатой ракеты. Вот, значит, образно выражаясь, значит, это самое, испытаниями вот этого самого подвешиваемого, подвесного, значит, бомбардировщика малого, значит, этим занимался, знаменитый летчик-испытатель, Герой Советского Союза Амед Хан Султан, вот, значит, но, к сожалению, имена испытателей этого, так сказать, этого борта мы пока еще не узнали, потому что у нас очень мало архивных данных по нему, документация по нему не сохранилась. Вот, выпущен он был в 57-м году, в 1957-м году, но проект вот этого самого, значит, носимого ядерного бомбардировщика, вот, так сказать, вот этой самой пары, значит, носитель и носимый, значит, проект был закрыт, потому что начали быстро развиваться, значит, в этот момент уже эти самые, значит, непилотируемые крылатые ракеты, вот, значит, так сказать, беспилотные крылатые ракеты, и необходимость в этом проекте отпала, и этот самолет был переделан в летающую лабораторию для испытания двигателей, и он как раз интересен еще тем, что это живая летающая лаборатория, вот, а в конце 60-х годов, когда он был списан, вернее, перед его списанием, он своим ходом прилетел, значит, на аэродром Монина, здесь вообще большинство техники прибыло сюда своим ходом, вот, и, значит, стал экспонатом музея, потом в течение более чем 40 лет он был, значит, так сказать, самозакрыт, вот, не посещался, значит, людьми, и это очень плохо сказалось на его состоянии, вот, потому что влага, высокие температуры летом, значит, конденсат, ультрафиолет сделали свое дело, самолет, значит, достаточно сильно поврежден, вот, ну и, значит, наша задача, значит, соответственно, его привести, так сказать, в нормальное экспозиционное состояние, его нормально законсервировать, чтобы он мог в целости и сохранности вот самохраниться дальше, и вне открытых дверей на его борт можно было пускать посетителей, гостей, вот, у нас есть практика, что мы на дне открытых дверей, мы, так сказать, открываем некоторые борта и, значит, туда, значит, пускаем гостей, и мы хотим сделать вот точно так же, чтобы этот самолет был точно так же доступен для осмотра посетителями, и они могли посмотреть, что из себя представлял бомбардировщик, ядерный бомбардировщик самого опасного, значит, периода холодной войны, вот, самого страшного времени, на самом деле, о чем многие сейчас, в общем-то, наверное, даже не догадываются. Ну, вот такая славная судьба, и будем надеяться, что славное будущее этого самолета. Да, так сказать, очень хотелось бы, значит, надеяться на это. Ну, значит, мы сделаем все возможное, я думаю, даже не просто все возможное, а мы обязательно его, значит, придем в порядок. Ну, вот, у нас для этого есть все, значит, и сил, возможностей, и желания, что самое главное. И, значит, этот самолет будет жить и дальше. Хорошо. Я вот вижу в кругу добровольцев есть девушка. Разрешите с вами пообщаться? Здравия. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня. Аня, скажите, пожалуйста, ну, вот мужчины, понятно, да, все-таки самолеты, мы привыкли как-то, что это более мужское, да, военное. Что вас привело сюда? Интерес. Просто интерес или солидарность? Нет, интерес к самолетам. Мне хотелось быть ближе, чем за оградой в роли посетителя. Получается? Получается. Надеюсь. Ну, дай бог. Делать добро можно не только большими поступками, но и какими-то маленькими делами. Добро, оно есть добро, и оно всегда принесет очередное добро. и от себя лично я хотела бы сказать нашим радиослушателям, делайте добро. Не получается большое, но сделайте что-то маленькое. Придите, помогите в реставрации, материалами. Это бывает очень просто. Просто встать и сделать. Завершение этого репортажа я хочу добавить. Я рада, что познакомилась с этими людьми. Я благодарю судьбу за то, что она дарит мне встречи с интересными, замечательными людьми. Каждый ярок по-своему и каждый что-то дарит этому миру. Кто стихи, кто песни, кто дела, кто проекты. А вместе получается, каждый, как умеет, улучшает этот мир. Поддерживать такие проекты важно и нужно. Потому что, внеся посильную помощь, приходит большой ответ в виде того, что получат наши потомки. Благо всегда дает приумноженное благо. Только заниматься этим нужно не разово, а регулярно. Возможно, именно таким образом, шаг за шагом, день за днем, и станет лучше и крепче наша страна, и выстроится держава, крепкая, могучая, с людьми, живущими по совести. С вами была Елена Андреева. Пусть добра станет больше в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok